Общественная организация «Молодая гвардия» существует с 2005 года. Раменский штаб начал работу в 2019. 18 марта была проведена местная конференция по итогам работы за прошедший период. У организации большой фронт работы. Основные направленности – патриотизм, волонтерство, продвижение во власть молодых людей. Работа с ветеранами, с многодетными семьями, с семьями, детьми, инвалидами. Это их пандемия, помощь людям, которые находятся на самоизоляции, находились. И помощь врачам. Мы проводили акции различные. Спасибо врачам. Поздравляли врачей с 8 марта и так далее. Ну и разные направления. Спортивные направления. Ну и главное у нас, конечно, это общественно-политическая деятельность. Мы приводим молодых людей во власть. У организации есть свой устав. Сейчас в Раменском отделении молодой гвардии состоит 30 человек. Молодая гвардия – замечательная организация. Это помощник «Единой России». Это наше крыло молодежное. И я могу сказать, что, ребята, присоединяйтесь, приходите в молодую гвардию, потому что смотрите, какое огромное количество людей вышли, так скажем, на большую арену именно из молодой гвардии. Поэтому, во-первых, это общественная организация, которая помогает людям, которые бескорыстны. Это замечательные ребята. У которых большое будущее. Алексей видит себя в будущем федеральным министром промышленности и торговли. Вступление в организацию – первый шаг к намеченной цели. Мне нравится эта сфера. Я знаю, что можно в ней исправить, что добавить, какие тенденции развития, какие-то новые пути, особенно в условиях санкций, и чтобы государство добилось нужного экономического роста. Дарья искренне любит свою родину. Считает, что необходимо быть благодарной своей стране. Я здесь, потому что я чувствую, что обязана и должна своему государству. Я отношусь к нему с благодарностью за то, что она дает мне бесплатное образование, возможность развиваться. И я вступила в эту организацию не просто так. В молодую гвардию «Единой России» может вступить любой желающий. Принимают сюда с 14 лет. Ольга Скрябина, Егор Кабанов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».